Вспиливать или оставить? Проблема аварийных деревьев неоднократно вызывала общественный резонанс среди жителей нашего города. Однако все споры прекращаются, когда беда стучится в дом. На этот раз в буквальном смысле из-за сильного порыва ветра 20-метровая береза упала на жилое строение на улице Новая. К счастью, никто не пострадал. На месте происшествия побывала наша съемочная группа. Житель второго дома по улице Новая Николай Смешко стал непосредственным очевидцем события, а также одним из тех, кто участвовал в ликвидации последствий падения аварийного дерева. Приехав на место происшествия, мы застали его за уборкой спильных веток на придомовой территории. В тот момент, когда стихия повалила полувековую березу на его дом, он слышал очень отчетливо. Оно упало примерно в 14.30. Оно упало окончательно. Но оно как не упало? Оно вот так висело, наклоненное, значит, само упало на крышу, вот основная масса. А на стволе оставалась, как бы вот эта вот щепа, она ее держала. И она вот сам по себе, даже она вот природа распорядилась так, чтобы как бы спасти вот этот дом от полного разрушения. Спасти. То есть она медленно пружинила, пружинила, наклонялась, а потом порыв ветра, и она пахнула по крышам. Ну так, что слышно было хорошо. Николай незамедлительно вызвал сотрудников управляющей компании. И в скором времени бригада рабочих прибыла на место происшествия. Они приехали в течение получаса, да. Приехала директор нашего жилфонда. Она спросила, говорит, что здесь случилось. Я говорю, ну вот, все видим, картина на лицо, написана, так сказать, маслом. Все видно, говорит. Вот. Говорит, когда упало? Полчаса назад. Благодаря оперативным действиям рабочих жилфонда удалось убрать ствол без особых последствий для кровли дома и его жителей. По словам жильцов, старые березы на придомовой территории давно вызывают беспокойство. Только в течение этого года на этой улице упали два дерева. Как нам прокомментировали ситуацию работники коммунального хозяйства, они продолжают следить за аварийными деревьями и всегда готовы отреагировать на просьбы жителей города. Продолжение следует.